Веля спалил новое Хэллоуин обновление и дату его выхода в стенд оф 2. Ну а перед началом данного видеоролика, быстрый тест на твое везение, ведь последняя цифра твоего лайка покажет, что ты совсем скоро уже получишь. Лично мне никогда не везет, а тебе должен выпасть самый лучший дроп, потому что ты этого достоин, поэтому прямо сейчас ставь лайк и проверяй. Ребята, всем привет! Совсем недавно я услышал такую информацию, от которой я был просто в шоке. Сегодня мы поговорим о том, как ютубер Веля спалил все Хэллоуин обновление, а также дату его выхода в стенд оф 2. Смотрите видеоролик до самого конца, ведь здесь куча полезной информации. Ну а перед началом ролика хотел бы устроить конкурс на данный нож. Для участия вам просто нужно поставить лайк, подписаться на мой ютуб канал с колокольчиком, ну а также посмотреть данный видеоролик от самого начала и до самого конца без перемоток. Условия нереально простые, поэтому обязательно участвую. Берите с собой все самое вкусное и приятного вам просмотра. Ну а если хочешь получить много красивых и дорогих скинов, то хочу посоветовать тебе сайт Буллдроп, на котором я также поднимаю много голды. Обязательно, как только ты залетаешь на сайт, вводи мой промокод на плюс 23% к депозиту, потому что именно с ним ты получаешь больше бонусов и так намного выгоднее. Ну а также заходи в режим Король Драконов и вводи мой промокод на ману, ведь с помощью него ты сможешь выбить голду. А также эти промокоды можно вводить неограниченное количество раз за день. Обязательно лети на сайт и выводи голду, ведь Буллдроп это проверенный временем сайт. Ну что ж, дорогие друзья, для начала вообще хотел бы обозначить очень важный факт, без которого мы не сможем идти дальше, а именно то, что Вилли можно доверять. Потому что он на самом близком контакте с разработчиками нашей игры, и даже бета-тесты и трейлеры всех обновлений даются ему намного раньше, чем нам. Так что он, безусловно, точно знает больше нас информации. Когда мы все это обсудили и поняли, давайте начнем говорить про его сливы. Совсем недавно, а именно 20 октября, у него на ютуб канале вышел крайне информативный видеоролик, в котором он смотрел концепт обновления 0.26.0, то есть Хэллоуин. И многие могут сказать, что это всего лишь концепт. И в этом нет ничего интересного. Но, ребятушки, нет. Многие концепты реализуются в нашей игре, ведь разработчики реализуют наши потребности. И именно я специально для вас нашел самые значимые монеты из его данного ролика. И теперь я предлагаю вам их посмотреть, а потом уже пообсуждать. Специальные аватарки под Хэллоуинское обновление. И я бы, на самом деле, даже пошел бы, ну, как бы дальше, да? Я бы под каждое бы обновление завозил бы новые аватарки. Почему бы и нет? У нас есть пул, ну, типа, стандартных аватарок. И давайте, вот там, там, допустим, выходит Хэллоуин, да? Вот такие вот красивенькие, прикольные чибики, типа, зомби-чибики, да? Прикольно. Новогоднее обновление. И, типа, делайте каких-нибудь чибиков в виде, там, типа, Санты и так далее. В данном фрагменте была сказана грандиозная идея. Она хоть и не такая важная в нашей игре, но все же согласитесь, что видеть аватарки под разные стили и обновление было бы очень крутой идеей. Ведь, я думаю, всем уже надоели эти обычные аватарки, которые никак не меняются со временем и не приносят большого кайфа в игре. Да, многие сейчас могут сказать, что мы можем поставить свою аватарку, то есть, кастомизировать и так далее, загрузить в игру и поставить. Но все же согласитесь, что это очень большой гемор. И лучше сделать это встроенной функцией в нашу любимую игру. Ежедневный бонус за каждый заход, каждый день ты получаешь какой-то бонус. Это прикольно. На выбор есть три бонуса. Кстати, на туре, смотрите, окей, ежедневный бонус. Это круто, это классно, это прикольно. Ежедневный бонус, чтобы каждый день чуваки заходили в стендов 2, лутали какие-то, ну, всякие различные плюши. Каждое обновление мы получаем какие-то подарки. И было бы прикольно, если бы нам давали бы на выбор три подарка. Например, там, типа, граффити, стикер, либо какую-нибудь, не знаю, рамочку. И ты просто такой, так, ну, граффити не хочу, стикер не хочу, вот рамочку хочу. Тыкаешь, все, получаешь. Было бы круто. Дайте нам выбор. Это было бы очень круто. В этом фрагменте была предложена не менее важная штучка. Потому что такие ежедневные бонусы, это не новая тема уже во многих играх. И даже в CS 2 такое появилось. Что за каждый повышенный уровень там, вы получаете два выбранных награды из четырех предложенных. То есть, вы выбираете сами себе награды. Да, каждый день давать бонус это слишком. Но кто сказал, что это нельзя доработать? Что, допустим, с каждым днем захода в игру без пропуска ни единого дня, с каждым днем награды будут повышаться и будут более крутые призы. А, допустим, кто пропустит и не зайдет в игру хотя бы один день, то награды обнуляются и начинаются с полного дешмана. Не знаю, до конца ли вы поняли мою мысль, но это было бы реально крутой задумкой. Ну, а также эта идея добавила бы стимул нашим игрокам заходить в игру и играть. Но здесь ты фармишь, здесь ты фармишь серебряные звездочки и золотые звездочки. И, в принципе, за эти серебряные и золотые звездочки ты, в принципе, можешь покупать какие-то интересные штучечки-дрючечки. То есть, граффити, стикеры, скины, брелки, то есть, я вижу там еще нож и так далее. И каждый, типа, каждый левел твоего боевого пропуска, собственно, боевая пропуска обновляется вместе с предметами. Давайте реально изменим систему батлпасса. Здесь я абсолютно полностью согласен с Вилли, ведь батлпасс уже не приносит такой радости, как это было раньше. И он просто однотипный, и только лишь меняются награды в нем. Крутой пасс был на обновлении 2 years, где во временных режимах, таких как битва снайперов, охота на битах и так далее, награды давались за опыт в этих режимах, и это было очень круто. Но, опять же, и эта предложенная идея не менее имбовая, ведь здесь мы с вами распоряжаемся тем, что нам нужно купить по своим уж предпочтениям. Да, может быть, тогда будет больше ножей, но ведь и стоимость покупки его в пассе можно сделать больше. До, так скажем, более-менее адекватной цены, которая будет не так уж и легко апаться, но и в то же самое время не так уж и сложно. То есть, средний ценник, подходящий как для разработчиков, так и для игроков. Вот это добавляем. Вот это прям, ну, это прям имба надо, сто процентов. Короче, ты заходишь, например, на какой-нибудь скин, Акер Драгон, да, например, вот. Вот, ты ищешь скин с наклейками, и здесь ты можешь нажать вот на эту стучечку и открыть фильтр наклеек. Я, допустим, хочу найти Акер Драгон с какими-то, ну, с какими-то нужными мне наклейками. Я тыкаю на фильтр, собственно, и выбираю коллекцию, которую я бы хотел бы. Да, вот, допустим, он выбрал Project Zona 9, он взял стикер Biohazard, и всё, и вот они, вот они, вот они стикеры, вот они. И ты можешь отфильтровать скин по нужным тебе стикерам. Это, по-моему, супер имба, потому что, как бы, ну, вот хочу я Акер Драгон с каким-то стикером посмотреть, что есть интересного на рынке. Всё, фильтр, бам-бам-бам-бам, всё. Я уже давно говорил и предлагал это добавление, ведь, я думаю, все заметили, как растёт по качеству и удобству рынок нашей игры, и для большего удобства действительно было бы прикольно добавить и эту прикольную тему. Ведь уже добавили фильтр на наклейки, фильтр на паттерны, и с этим делают очень много контента, а также это удобно для игроков. Ну, а также, не знаю, как вы, но меня уже задолбало листать скин с ненужными мне наклейками, которые я ни при каком раскладе не куплю. Ну, и такое добавление тоже было бы не менее крутым, ведь так можно узнать, какое звание у вашего игрока, не тратя время и не заходя к нему на профиль. А также круто было бы, если бы можно было так смотреть и не только друзей, а сделать, допустим, мировой поиск по такому количеству ММР, либо же поиск по региону, который лично вам нужно. Да, возможно, таким образом можно будет легко нарваться на софтера и играть с ним, либо же против него, но я думаю, и это как-то можно доработать. Ну, а на этом наш видеоролик подошел к концу. Не забывайте про лайк и подписку на мой ютуб канал с колокольчиком, а также про розыгрыш данного крутого ножа в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Вот я вам кратко и пересказал ролик Вели, и я надеюсь, что эта информация для вас оказалась очень полезной. Ну, а также пишите в комментарии, что вы думаете насчет данных концептов и стоит ли их добавлять в игру, потому что разработчики прислушиваются каждому нашему мнению. Ну, а если именно ты досмотрел ролик до данного момента, то напиши в комментариях, Веля спалил все обновление и к этому предложению добавь свой игровой айди от аккаунтов Standoff 2. И спамят о сообщении 100 и более раз в комментариях под данным видеороликом, ведь среди вас я выберу несколько комментаторов и положу им по 500 голды на аккаунт. Чем больше комментариев, тем больше именно у тебя шанс на победу. Ну, а на этом все, всем удачи и всем пока.